Добрый день! С вами снова Оксана Романова и это спецвыпуск «Дежурный по театру», посвященный гастролям Ульяновского драматического театра имени Ивана Александровича Гончарова. Начало 236 театрального сезона выдалось насыщенным. На нашей сцене лучшие спектакли России представили фестиваль «Золотая маска» и проект Министерства культуры России «Большие гастроли». А наш коллектив сыграл первую премьеру нового главного режиссера театра Владимира Золотаря Макбет. Череду ярких событий продолжили триумфальные гастрольные показы. После безоговорочной победы на фестивале театров Ульяновской области «Лицидей-2021» спектакль «Обломов» продолжил шествие по сценам России. Годовщину со дня премьеры постановка молодого белорусского режиссера Марии Матох отметила участием в фестивалях «Старейшие театры России в Калуге» и «Соотечественники в Саранске». Форум русских драматических театров ближнего и дальнего зарубежья прошел на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия в 15 раз, а спектакль «Обломов» стал событием третьего дня фестиваля. «Обломов» — это другой город, это другая публика, другой зритель, фестивальный зритель, что имеет особое значение. И поэтому нервный импульс, так скажем, он увеличивается, и мы очень, конечно, сильно переживаем, как мы будем восприняты не дома. Пора домой, а там уже светятся огни, а на кухне стучат ветерныши, жаркая плита, котлеты, пироги мешают любый мост, коля, наверное, а в окнах из сугроба выглядывают сзади. Костивная музыка. Ну, посмотрим, как и здесь оценят жюри, что скажет, понравится, не понравится. Ну, самое главное, наверное, чтобы зрителям понравилось. Вас благословил сам Бог! Скажи же ей! Скажу, что другого «Обломов» я не знаю. Недаром она забыть не может тебя. Нам очень понравилось то, как сегодняшние гости представили известную классику. Спектакль, он намного интереснее книжки был. Герои из Ульянска очень харизматичные, очень красиво все показали. Мне очень понравилось. Очень положительные эмоции. Мы давно очень не были в театре, и поэтому это произведение нам очень близкое и знакомое, и поэтому очень понравилось. Актеры были просто превосходные. Думаю, что зрители, которые когда-то читали произведение, посмотрев этот спектакль, захотят еще раз перечитать и понять себе что-то в себе. Мне понравилась игра главного актера, который играл Илья Ильич. «Обломов» очень проникновенно, очень чувственно, тонко. Вот именно, я думаю, подобного рода спектакля они сейчас очень нужны зрителю. «Браво!» В состав жюри под руководством критика тележурналиста Александра Мехченкова вошли видные театральные деятели страны. Конечно же, попытка разрушения стереотипов, штампов, это замечательно. Потому что вот это самое начало, когда Илья Ильич сидит совершенно спокойно, начинаем, что человек в депрессии, он действительно болен, оказывается, что он очень болен, глубоко болен. И вот этот весь процесс, который с чего-то начинается, это движение роли, и человек приходит к чему-то другому. Я, как зритель, во всяком случае, был включен в этот процесс, и мне постоянно было интересно, что же происходит на сцене, что же происходит с главным героем и вообще со всеми. Александр Курзин, да? Ваша роль мне показалась, безусловно, наиболее интересной и объемной, поскольку вы действительно играете болезнь, особенно в момент, когда он сходит с ума уже в конце, вот эта вот агония облома, которая возникает, там найдены какие-то интересные моменты, парадоксальные. Это совершенно замечательный вот Александр Курзин, на мой взгляд, Илья Ильич Обломов, которого как раз вот эта вот тоска по утраченному райу, собственно, мы уже видим, что этот рай утрачен, вот это мрачное пространство, оно пустое, оно съедает вот этого героя, И как раз вы, Александр, на мой взгляд, показываете вот эту эволюцию героя от вроде бы первоначально нормального человека, и потом постепенно, как проступаем к болезни, в каких-то жестах, может быть, незначительных, репликах, да, вот пластики. Спасибо вам лично, Алексей, Александр, большое от меня, вы прекрасны, вы трогательны, вы убедительны, замечательные артисты, вы мне подарили совершенно новую вагонку, у меня такого еще нет. Ну, конечно, это хорошая работа, крепкая работа, и она с перспективой, поэтому я вас поздравляю. На сегодня это все новости. С вами была дежурная по театру Оксана Романова. До новых встреч!